Всем привет! Добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии. Вот и подошли к концу прелизные выходные эфирного бунта. Я собирался записать видео по вскрытию прелизного набора, но замечательная моя камера решила, что незачем мне записывать такое видео. И, собственно, все видео вскрытия набора у меня пропало бесследно. Вот, поэтому сегодня у нас будет видео про вскрытие четырех бустерочков эфирного бунта и двух бустерочков каладеша, которые, собственно, были в этом наборе. И хочу похвастаться промочкой, которая мне пришла. Это колос Мирноход. Три бесцветных артефакт машины 6.6. За одну любую, одну белую. Другая целевая машина под вашим контролем становится артефактным существом до конца хода. На мой взгляд, неплохая машинка, которая вполне может где-нибудь заиграет в каких-нибудь машинках. Ну и по поводу самого набора. Коробочка точно такая же, как была в каладеше, с той же кнопкой. По исключению того, что такие вот более бунтарские цвета, бежево-багряные. В каладеше были такие желто-синие, спокойные, созидательные. А здесь революция, все дела. Вот. И за место аппликации Топтера дали такую загадочную наклеечку с какой-то еще более загадочной символикой. Понятия не имею, что с ней делать. Я думаю, что сохраню ее как сувенир. Ну и по традиции кубик с эмблемкой эфирного бунта. Отыграл я один пререлиз. Набор мне пришел не слишком сильный, я бы даже сказал слабый. И отыграл я его совсем по-дурацки. А второй пререлиз не удалось не сыграть. Поэтому вот строчки у меня на столе перед вами. Ну что же, давайте приступим. Надеюсь, что вскроюсь я лучше, чем в прошлый раз. И что-нибудь хорошенькое мне придет. Попробуем дачку построить, как и на прошлом пререлизе по коловешу, которую я записывал. Да? И редкая карта Героическое вмешательство. Одна любая, одна зеленая, мгновенное заклинание, перманенты под вашим контролем, получают порчу устойчивость и неразрушимость до конца хода. Достаточно интересный трик. Я думаю, что вполне может быть стоит играть. О, токен энергии. Боже мой, первый раз за два сета я получил токен энергии. Прикольно. Так, ну что ж, второй бустер. Так. 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 И редкая карта. О, эфиросферный сборщик. Три любых, артефакт машина, 3-5, полет. Когда эфиросферный сборщик выходит на поле битвы, вы получаете две энергии. Заплатите одну энергию, эфиросферный сборщик получает цепь жизни до конца хода. И файловый в свете фары. Так, ну что же, третий бустер. Рекламка египетского сета пошла. И редкая карта, вдохновляющая изваяния. Три любых артефакт, не являющиеся артефактами заклинания, которые вы разыгрываете, имеют импровизацию. Но это не для лимитов карточка, точно. В каждом бустере файла. Вся она дурацкая. Пимская эфирная провидица. Три любых. Одна зеленая, существует, альдруид 3-2. Когда пимская эфирная провидица выходит на поле битвы, вы получаете энергию. Заплатите три энергии, целевое существо блокирует в этом ходу, если сможет. О, и второй, второй жетон энергии. Так, ну что, четвертый бустер эфирного бунта. О, смертельный толчок. И редкая карта, революция Пии. Достаточно прикольная карточка. И файлушка у нас из Рам, старший градостроитель. Ну что же, бутерочки кладем. И призыв Металлурга. Синий мифик. Три любых, две синих, чары. Каждый раз, когда вы разыгрываете мгновенное заклинание или заклинание волшебства, создайте одну фишку артефактного существа икс вид, бесцветная конструкция, где икс это конвертированная моностоимость того заклинания. За три любых, две синих и изгнание призыва Металлурга верните все карты мгновенных заклинаний и волшебства из вашего кладащего в вашу руку. Активируйте эту способность только если вы контролируете не менее шести артефактов. Прикольно, конечно, но в лимит это, мне кажется, сложно с этим играть. Я не уверен. Опытный лихач. Куча файлов и все не то. Последний бустер. И редкая карта. Сумасбродный эксперимент. Три любых, одна красная, волшебство. Показывайте карту сверху в вашей библиотеке, пока вы не покажете карту артефакта. Положите эту карту на поле битвы, а остальные вниз в вашей библиотеке случайно двое. Сумасбродный эксперимент наносит вам повреждения, равное количеству карт, показанных таким образом. Ну, стрёмно играть, конечно, если у вас не очень много артефактов в колоде, это будет играть стрёмно. И в этот раз без файлушки. Так, ну что же, сейчас я попробую как-то положить непоместившиеся артефакты, хотя я не знаю, как их можно положить, потому что их тут реально 100 штук. Можно сразу убрать, мне кажется. Ну, и плюс, не забываем, что у нас есть еще холос Мироход. Теперь я буду уже, наверное, без комментариев, ну, может быть, с редкими комментариями раскладывать карточки. Сверху то, что мне нравится, снизу то, что мне не нравится. И потом, из того, что мне нравится, попробуем собрать дачку. Сверху то, что мне нравится. Сверху то, что мне нравится. Ушел я на прелиз играть с твердой уверенностью, что я буду собирать бело-зеленый наборчик. А в итоге зеленого мне не пришло практически никакого хорошего. И играл я трехцветкой, которая была примерно поровну белого, красного и черного. Белый такой достаточно плотный. Более-менее мне все нравится. Прямо все подряд нравится. Достаточно сильный белый цвет, мне кажется, пришел в этот раз. Единственное, что все достаточно мелкие существа, бивни нет. Что-то надо добавлять в качестве бивни. Муравль хороший. Призыв не знаю. Я не умею пользоваться, поэтому не беру. Не нравится. Не знаю. А синий, как всегда, непонятен мне. У него на самом деле и маловато, кажется. Чего-чего-то не нравится. Не знаю, насколько он сильный. Прикольно. Ну, толчок, понятно, что это. Прикольно. Достаточно. Все хорошо. Шершами не нравится. Нет, блин, это мне, наверное, такое не нравится. Революция, конечно же, интересна. Хотя зависит от того, сколько будет артефактов, я не уверена. О, это круто. Головный план, конечно же, нравится. Критиль, пожалуй, тоже нравится. И шелк тоже нравится. Красный цвет такой, достаточно сильный. Не нравится совсем, наверное, револю, но такой. Хороший пейс, достаточно интересный. Зеленый, вроде как, ничегошный. Мне было бы интересно увидеть в комментариях к этому видео, что вы собрали бы из такого набора. Потому что мне кажется, что набор достаточно сильный. Белый, черный, красный, зеленый. Цвета такие. Достаточно интересные, на мой взгляд. Не буду я, наверное, традиционно собирать синий цвет. Удалю его сразу. А из этого будем сейчас смотреть. Так, артефактики пока в сторону. Хотя, может быть, стоит положить сразу. Ялик мне нравится. Творщик мне нравится. Положим еще мирнохода. Так, это что касается машинок. Теперь из белого положим... 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 Который усиливается. Что тут все положим? Мне кажется, из белого вообще ничего выкидывать не имеет смысла. Так, давайте-ка в сторону уберем пока все. Будем, наверное, уже раскладывать по моноходу и по существам. Так, машинки у нас 2-3-3. Теперь нам нужны существа. Сначала белое, чисто белое. Во втором дропе будет еще твердое убеждение для обеспечения бунта и для усиления. Так, что теперь? Пролистаем карточки. Что касается зеленых. Добавлю я еще сети миротворения. И мне нравится турель консульства. Не знаю, насколько она актуальна. Посмотрим, что у меня с энергией будет. С соников я, наверное, положу зеленых. У него вроде как нормально все с бивнями более-менее. Ну и добавлю я, добавлю вот так вот. Не знаю, не как нас играет в двух цветах. Надо быть. Ну и добавлю в красивый цвет. Мит Ну что, и сколько это у нас получается? Три, шесть, восемнадцать, девять, мне где-то шесть карточек надо убрать, берем вот этого, берем тушителя, берем турель, потому что, честно говоря, затянут, может быть, турель и будет стрелять как раз. Давайте уберем отступницу, она, конечно, прикольная, со смертельным касанием, с энергией. Выкидывать карточки из заготовки деки – это самое вообще тяжелое, что только может быть. Давайте, наверное, вот эту вот уберем, может, что-то это. Так, итого, сколько у нас получилось? Ну, вот так вот, наверное, оставим, не знаю я. Вот такая вот у меня дочка будет, плюс будет еще по шесть равнин и лесов и, наверное, пять болотиц. Вот так вот. Я думаю, что я, наверное, опять, если бы я играл, покушал бы из-за того, что у меня трехцветка, но не знаю. Я бы собирался вот так вот, в таком вот виде. Если вы считаете, что надо было собраться как-то по-другому, пойти в другие цвета или просто собрать другой билд, обязательно напишите об этом в комментарии на канале YouTube. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Играйте в магию, будьте клевыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok